Семь километров ребята прошли пешком до центральных столбов. По пути они общались, рассказывали друг другу, кто как провел лето, а главное, вспоминали то путешествие, в которое они ездили на велосипедах. Мы отправляемся в наш большой двухдневный поход. Всем я вас, собственно, и поздравляю. Многие участники нашего проекта «Сердце километра» на Красноярские столбы идут в первый раз. И для них это путешествие – большое открытие. Но самое главное, ребята снова собрались вместе. Двухчасовой поход до центральных столбов кажется, что пролетел за несколько минут. По пути ребята общались, делились впечатлениями, много фотографировались и, конечно, улыбка не сходила с лица. По пути сделали несколько остановок. За это время ребятам экскурсовод рассказал о заповеднике. И, как оказалось, очередную встречу мальчишки и девчонки ждали с нетерпением. Я очень обрадовался. Очень долго ждал этой встречи. Ну, как бы, надо перед школой встретиться с ним, увидеться. Я очень рад. Мне, как сообщили, я сразу обрадовался, вещи собрал уже в тот же день. Ну, хотя еще ждать было долго. Но я собрал, ждал. Сегодня утром мы очень рано встали, сидели, ждали машины. Все уже были довольны, что едем. Участники велопробега по-настоящему сдружились и много общаются в социальных сетях, также созваниваются. Но заменить личное общение ничто не сможет. Может быть, поэтому ребята сами становятся инициаторами неожиданного продолжения проекта «Сердце-километры». После путешествия на велосипедах они написали песню, сняли на нее клип и посмотрели на землю с высоты птичьего полета. Участники признаются, что за это лето исполнилась не одна мечта. За это лето больше, чем за те. Ну, за это очень много у меня мечт, ну, исполнилось мечт. Например, какие? Ну, вот сейчас мечта исполнилась сходить в заповедник, съездить в «Сердце-километры». У меня тоже была огромная мечта написать песню. Меня хотят забрать в семью, как бы, ну, я уже об этом знаю, как бы, секретно. Я не помню, в каком районе были, ко мне подошла тетенька, со мной познакомилась. Мне дали ее номер телефона, мы начали общаться. Она сказала, начинает собирать документы. Также сегодня специалисты и участники проекта провели круглый стол. На встречу очень много говорили о проблеме сиротства в крае и в стране. А ребята делились своими мыслями, а именно рассказывали, как сильно на них повлиял проект «Сердце-километры». И что самое важное, они обрели новых друзей. Для этих детей вот самый большой плюс, мне кажется, это они увидели других людей. Потому что, как бы мы ни хотели, детский дом – это замкнутое пространство. Да, дети ходят в общую образовательную школу, они общаются там, они ходят на кружки. Но общение вот такое близкое с достойным взрослым, они этого лишены практически все. Ну, воспитатели, понятно, директор детского дом, понятно, шляп, понятно. Они все свои функции исполняют. А здесь было еще дружеское общение. И у них есть к чему стремиться. Сегодня к походу на столбы и к проекту присоединился олимпийский чемпион по бабслею Дмитрий Труненков. Для ребят это живой пример для подражания. Дмитрий тоже готов принять участие в проекте. У него уже есть несколько идей. Я уже предложил, что можно сотрудничать и с Министерством спорта. И я думаю, многие спортсмены поддержат эту замечательную идею и своим личным примером, во-первых, покажут то, что они на велосипеде могут преодолеть определенную дистанцию. И я думаю, ребятам будет самим интересно послушать, пообщаться и узнать, как спортсмены достигали своих высот. Проект не заканчивается. Уже сейчас началась подготовка к новому велопробегу. И таких встреч будет еще много. Екатерина Погорела, Дмитрий Демченко. Новости. При поддержке компании Красцветмет.